На очереди у нас опять победа Каспарова, только теперь уже не матч на Министерстве мира, а победа с Северным-Гарбовым. Ну, мы знаем, на Министерстве боролся за шахматную корону. В 80-е годы проиграл два матча Каспарова, но все равно он был один из лидеров на шахматном Олимпе. И всегда был опасен. Поэтому сейчас он, конечно, старик, он росла почти 25 лет, но тогда он играл очень успешно. Вот в этой партии, партия получилась очень красивая, Каспарова играет черными. Корочной играл белый, это Каспаров, это Амстердам в 1991 году, международный турнир. Корочной играл конев три, конев шесть. С четыре, Ж шесть. Пока первые фронты в закрытых дебютах не всегда выбирают дебют, потому что должно пройти несколько ходов, чтобы окончательно увидеть, потому что Али играет. Последовала будет С3, С7, Е4, черная справка Д6, белая Д6, белая Д4. Вот это уже полная, полная судьба-то определилась, это называется Алигейская защита. Белый вборщий центр, но черные будут его атаковать, и кто выиграет, кто-то выиграет. В этой партии Каспарова будет очень сильно атаковать, и возьмет Е4. Значит, последовало черные аркировались. Слон Е2, газовый разбегающий курс, Слон Е2, Е5. Начинают атаковать сады черные, 0-0, короткая аркировка. Кольца шесть, черная продолжает нажимать на центр, кольца шесть. Белый сыграли Д5. Д4, Д5. Достояние не выдерживает напряжение, не выкунувая Д4, не выкунувая Д5. Они подвигают пешку вперед, Д5. Черный наступает на нем на Е7. Ребята сыграли по Е1. Здесь идея про дебюта строительской защиты заключается в том, что белые будут надвигать свои пешки и фигуры на фельдном фланге. А черные есть, когда вы отступили в СОВ-6, будут сыграть на Е7-5, и будут стараться получить контраконный хрон. Это конь Е7-9? А? Конь Е7-9? Ну, он не с тобой Ф4 хочет играть, потому что Ф4 не очень хорошо, потому что один в СОВ-6 играет. СОВ-6 пока здесь довольно туповат. А здесь немножко другая идея. Здесь идея, даже к начале гранатеринга в фланге. А ученые могут на крае. Посмотрим, что это положено. Значит, последовало СОВ-6. Вот они уже, они уже приготовились для того, чтобы минус биску и Ф4. Черные сыграют СОВ-3. Ф5. Ф5. Они уже готовы видеть, и черные готовы атаковать на крае с флангой. Гранатеринга в 4 участки слот здесь стоит на единице. И они не знают, что он будет под боку поделать. Поэтому, черные, белые сыграли Ф3. Ф3. Ну, чтобы на Ф4 отсыпить на Ф2. Собственно, так и было. Последовало Ф4. И белые отсыпили на Ф2. Черные сыграли Ж5. Видите? Нет, Ж5. Видите? Черные бросились на крае с флангой. На крае всеми пешками. Потом фигуры все туда потянутся. Но белые, оба слона нацелены на Ф3. Ф2. Еще конь. Белые пальцы в КВТ-4. И за них атакуют на Ф3. Что получится, и то заранее нельзя. Это один из самых крутых дебютов в шармотеории. То есть среди сыграли. Белые атакуют на Ф3. Все равно на королевство. А4. Белые предлагают КВТ-6. По всякой фигурной игре. КВТ-6. Еще конь туда вкачут. Белые сыграли КВТ-3. Понятно. Они, видите, усиливают позицию свою на ферме на фланге. Черные играют КВТ-6. Они туда все фигуры устремляют на терапевт по фланге. Все идет по плану. Белые сыграли С5. Белые начинают проявлять инициативу на ферме на фланге. Уже ведь еще и все, что пойдет вперед, здесь будет такая фрешечная громада. И будет создавать неприятное давление на ферме на фланге. Возможно, будет потом какой-то прорёт. Но черные, тем не менее, играют АШ-5. Они не на филитральном фланге попадают на королёк. Но кого? Это очень интересный дебют, это самый острый шахмат. Белые сыграли уже 5-4 с атакой. Белые сыграли уже вошли, предупреждая атаку. И здесь последовало ладяя С7. Ладяя С7. Идея этого хода защитить седьмой инициативу, сейчас есть пункт С7. Бывает расслаблен. И Ладяя С4 еще инициатива тоже на королёк. Белые сыграли дальше его вверху. С6. Ну, возможно, было и в В4, но черный пенокомнировок удерживают. И так ничего не получится. Поэтому на С6, здесь последовало очень хороший ход. Если там начать какой-то игру, то можно В4, В5, А5 и так далее. Правда, здесь все обмитание, черные смогут не устоять. Но Каспаро Белые, это еще все инициатива. Он уже А7, А5. Он просто препятствует ДВ-19, В5, А7, А5. В первой С6, она должна далеко, но помощников у нее мало. В В4 года нет, сейчас, потому что черные помешали. Коршер изменялся на В7, СБ. СБ, 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 СБ. Белые сыграли В4. То есть, они сейчас пытаются завязать игровой передовый флангой. Но после разместки уже не становится С8. Чтобы продолжить этапы напряжения фланга. Они как-то тормозили движение Белые, как-то шестнадцатый делал. И теперь возвращаются к самому главному плану атаке на королевскую флангу. Белые сыграли В4. Белые и черные не стали брать. Не стали брать, потому что здесь жалко терять время. Жалко терять время. И это двойные пешки, они практически все одна пешка. Поэтому время жалко терять, хочется быстрее атаковать. Черный слон, который слон, за уровень нормаловатый. Он присутствует в свою пешку и снять. И они играют в слон нарушение. То есть, идея в том, чтобы вставку, когда они осуществят бралю В4, слон заработает. А эта пешка полуснеет. Она пока не играет в игру, значит, не ролик. Потому что эти пешки стоят неподвижно. Важно создать атаку. Вот здесь здесь белые сделали ошибку. Таких позиций, как вы понимаете, кражетентный алисот. Поэтому необходимо было сыграть А6. Ну, скинуть пешку. Отвлекать слона. И после сложения А6, вот, допустим, так, так. Путь в путь В4, какие темпы выиграть. А слона отвечать от королевского фланга. Надо было пешку сделать. А белые так и сыграли. Они сыграли сразу по В4, не отвлекая слона. А это, конечно, показало на них обидно. И тут начали, в общем-то, решающие атаку. Это вот типичная несовердийская защита. Все фигуры наборены на королевский фланг. То есть, изряды в филе на королевский фланг. Еще она начинает атаку. Ребята, В4. Что делать? Белые играют в консюзе. Он вроде напрашивает все, защищает пешку на 5. Коня подвожу ближе к черным фигурам. Но после ферзки ФФ8, в коне есть решение делаться особенно дичьего. А белые еще усиливают игру на королевском фланге. Ферзки ФФ8. ФФБ посетовал размен FG, 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 FG. И теперь черные подтянули слона, слона G5. То есть они переводят. Слона пытаются вывести игру, а сына с поля H4. Слон как таковой не может, потому что он убирает свои собственные пешки через черные. Его выгодно, как же, не трудно, как наступить. Слон G6. Слон G5 собирали слона G3, защитили обе пешки своей слона G4 и G4. Ну, теперь какой ход наброшивается? Ну, те же едины, но черные фигня и все эти ноги. Тут, видите, H4, G3, H2 уже какие-то очень неприятные образы. Это FG6. Как ходить? Белый, это всегда, за FG1, чтобы освободить лазейку к правилу белому. Если здесь будут угрозные вещи, то можно куда-то к правилу прошумнуть на FG1. Ноги, где-то было ничего, не удавиться требуете. После этого вот здесь конь H4. Все фигуры уже угряются. Конь H4. Здесь уже очень много неприятностей. Белый решили меняться на H4. Белый решили меняться на H4. За славу Победы, славу Победы, славу Победы, славу Победы, напар еще на Ягине. Это очень хороший ход. Потому что здесь напар на ладьер. Играли сейчас на G3. И потом Фейсбург, сюда мы с опасными угрозами. Последовало G5. Белый летает с неправильным пешком. А ты черных от атаки на короля. Но это не меняет еду, потому что пешка теряется. Теперь... Ну, пока не теряется. Пока у Белого, конечно, лишняя пешка. Но атака остановить не удается. Последовало Ладей Е2. Ладья висела. И Ладья вокруг это спотвое. Кроме того, пытаются отвлечить еду. А? Белый пытается отвлечить дорогую линию. Но подтягивали G4. Белый сыграет G4. Теперь смотри. Смотрите, здесь и слоны, и ферзь, и кони, и слоны, и ладья. Все напарсять за Белого короля. Это масло. Ну, Белый делает как в этой игре, а в мазку стиху. Они там уже ничего не могут поставить. И пытаются что-то получить на Фейсбург, но тут последовало процессор уже 3. И уже эти поля, границы на G4, масса угроз. Белый собирает G3 и последовало G4. И вот в этой позиции, 30-й ход, Белый ставится. А границы просто G2, король в 1, G1 маз. Ну, и никакой защитник не отец. И первый охранник, и второй, и второй, и второй, и второй, и как иначе через совершенно много вопросов. Положение безнадежной, черной. Да, здесь еще слово можно войти отсюда. Нельзя добавить ладью. Но со всех сторон может быть важным образом. Спасибо.